Затем, как греется чайник, пенсионерка Таисия Беженова наблюдает особенно трепетно. Буквально вчера ее дом подключили к газу. Старая печь теперь служит исключительно как стол для хранения кастрюль, а во дворе в качестве декора – дрова. Кстати, дорогое удовольствие – за них пенсионерка заплатила почти 5 тысяч рублей. Всего за зиму на отопление приходилось выкладывать порядка 50 тысяч рублей. С появлением газа экономия будет колоссальной, а главное – не нужно будет каждый день растапливать печь. Возьму это полет и уже все, вот так вот, голова кружится. Это очень тяжело, дай бог. Ее соседка Татьяна Романенко первым делом проверила то, как поведет себя отопление. Результат превзошел все ожидания – батареи горячие и дом прогрелся как надо. Теперь душа спокойна, снежные зимы в родном поселке станут комфортными. Это же какая благодать. Всю зиму мы будем в тепле, самое главное. Кочегарку как углем, мы же не могли круглосуточно топить. Там вечером затопили, все, где-то с половины дня до вечера, пока мы затопили, у нас было холодновато. А это же уже будет круглосуточно гореть, одна температура, это будет уже, я считаю, просто в райумы. Всего за последнюю неделю обладателями газа стали 46 семей на Красной Поляне. В ближайшее время подключат еще 103 дома. Все желающие на Красной Поляне теперь способны сдать документы, имеют возможность их сдать и получить газ в свои дома. Мы понимаем, что затраты, которые идут на подключение газа, они буквально через 2-3 года окупаются. Всего в 26 селах и поселках Адлерского района сегодня стремительно избавляются от старых способов отопления. В поселке Молдовка первые подключившиеся сегодня тоже хвастаются обновками. Вместо дизельного котла – современное газовое оборудование. А голубое топливо в плите, говорят, даже горит как-то по-особенному. Очень дорого обходилось дизтопливо. Сейчас надеемся, не то, что надеемся, а мы знаем, что это очень дешево, это очень доступно, очень дешево. Некоторые сельчане просто не верили до недавнего времени, что проложенные трубы не пустые. А вот теперь, когда первые счастливчики уже пользуются благами цивилизации, желающих врезаться в центральную магистраль стало в разы больше. Благодаря вот этой программе наши жители в очередной раз убедятся, что глава города и его помощники отвечают за свои слова. И поэтому газ будет, газ есть. До начала отопительного сезона все желающие должны быть подключены к газу. Об этом накануне заявил первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит. Но главное, что сегодня достигнута договоренность с банками. На процедуру подключения пенсионерам они будут давать кредиты на льготных условиях. Если они будут подключаться не в одиночке, а комплексно, скажем, улицей, это будет приводить к удешевлению, причем серьезному. Несмотря на это, работы, в моем понимании, двигаются медленно. Поэтому надо еще и еще раз на сходах граждан усилить эту работу. Возможность подключиться к газу сегодня есть у всех, даже у тех, кто еще недавно считал свое село самым далеким от благ цивилизации. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.